Здравствуйте, доброй ночи. Это вот беспокоит вас менеджер нового открывающегося гипермаркета. Называется вот Евсюки Плюс. У нас вот завтра открытие... Как называется? Евсюки Плюс. Евсюки? Да, Плюс. Дело в том, что у нас завтра открытие. Мы бы вот хотели парочку ментов пригласить немножко, новых покупателей попугать. Это возможно? Да, возможно, конечно. Вот. Давайте, какие адрес конкретно будем пугать их всех? Только чтобы мусора приехали вооруженные. Пойдет? Которые, что приехали? Чтобы вооруженные ребята приехали. У нас, в принципе, бюджет не ограничен, все проплатим. Понятно. А стрелять в любых? Ну, я думаю, у вас начальство учило. Ну, естественно, учило. Я не спрашиваю, стрелять-то в любых или как-то? Ну, только в сотрудников наших не стреляйте, пожалуйста. По покупателям можно. К нам завтра все равно, после завтра все равно новые придут. А почему у вас это нельзя стрелять? Вы-то не любите? Нет, завтра как раз вы приходите, первых покупателей мы пиф-паф, а на следующий день так вот и быть не будем. Идет по куску зелени каждому. Ну, адрес я сейчас вот не в магазине, а вот дома сейчас. Это проспект Пролетарский у меня. Вот, дом 26, корпус 1. Да, приезжайте к нам. А, приезжайте вот прямо сейчас ко мне на Пролетарский дом 26, корпус 1. А дальше куда? Ну, дальше ко мне домой. 105-я у меня квартира. Приезжайте, короче, сейчас обсудим. Сразу там литрушку возьмите, если что там с собой. Разопьем там. Посидим. Я думаю, здесь разопьем, потом поедем. Не, ну давайте, вы привозите, если что. У меня разопьем. Завтра утром опохмеляемся и едем, короче. Окей? А что надо опохмелять? Ну, как опохмелять? Чтоб руки не тряслись. Вы что, как вы по-людям стрелять будете? А что так далеко от трубочки? Я тебя не слышу. Ты меня записываешь, что ли? Или ты там громкую включил? Записываю, громкую включил. А мы так не договаривались. Это не входит в условия контракта. Вы что? А мы только контракт подписывали. Будем подписывать, а как же? Я вас для чего зовут-то? Вы меня потом отошлете в Кремль? Медвепутину или кому? Галиеву сразу. Кому? А, Нургалиеву. Да я его знаю. Я с ним бухал. А, ну и хорошо. Вот с Медвепутином бы бухнуть разок. Было бы неплохо. Ну так вы едете или нет? Мне вас долго ждать? Я деловой человек. Я слов на ветер не бросаю. Я же. Сейчас приедем здесь. Давай. Адрес знаете? Ну что же ты сказал? А, я... Блин, а я уже и адрес сказал. Проболтался. Ну ладно. Короче, если что, там Миллера спросите. Вам откроют. Алло? Дядю Валеру. Дядю Валеру спросите. Я там все знаю. Чеченцы, правда, будут, если что, со мной. Ну кто-нибудь дверь откроет. Мы сейчас с Евсюковым приедем. Ага. Только вы сразу все с собой берите, да, чтобы мы водочки сразу бухнули, да, если что, у нас тут все выпадем и завтра утром новый гипермаркет открывать. Евсюки плюс. Не, а сейчас Евсюков приедет. Зачем мы приедем? Евсюков приедет? Да Евсюков, Евсюков уже давно сидит, дорогой мой хороший. Вышел. Он уже давно вышел. Кто? Евсюков вышел? Да он прекратил свое существование. Он сейчас вон скоро в Иркутск область поедет. Он уже вышел, он на свободе гуляет. Евсюков на свободе гуляет. А что же в СМИ говорили, что он все, загудел? Ну что, это наврали. Как наврали? Вы слушайте. Слушай, я сам лично вчера в этот самый, в глазок заглядывал, где он там в одиночке парился. Что ты мне трешь? Там его двойник сидит. Да что вы пиздите? Что вы свое голимое вонючее начальство покрываете? Вам, блядь, реальную халтуру предлагают, блядь. Столько, блядь, ни при одном Евсюкове вы бы, блядь, никогда в жизни не заработали. А то все, купи, продвай, блядь. Он предлагает реальную халтуру, по людям постреляет. Штука зелени каждому. Идет? Мало? Ну ладно, две. Продешевил, блядь. Что-то гипермаркет открывает такой шикарный. Ну, Евсюки. Я такие расценки видел, не меньше 20 из человека. Слушай, это у вас там, блядь, ваше продажно-купропродажное начальство, блядь. Оно вас, по-моему, перекормило чересчур, блядь. И как мы забрали? Не говори, блядь. Где только таких берут, а?